Привет всем! Сегодня у меня изи-спонтанный выпуск в полдвенадцатого ночи, когда я наконец-то свободен. И да, сегодня я хочу вам сделать маленькую распаковку своей новой вспышки для камеры Sony. Sony 4, да? Это будет Never the 2SK. Я его купил спонтанно. Как это получилось? В двух словах. Сижу я такой в офисе, работаю по поводу e-commerce. И тут мне прилетает заказ. В понедельник на следующей неделе срочно надо сфотографировать немецкий ивент. Я понимаю, что у меня мой добренький Nikon со вспышечкой есть, всегда под рукой. Я на него фоткать буду еще, да. Но для этого ивента мне надо в срочном порядке вспышка. И я быстренько захожу на mondrops.d, смотрю, у них есть в наличии. И, конечно, покупаю эту вспышечку. И сегодня у нас суббота, у меня есть время ее распаковать. Немножко сегодня ночью поиграться, понять, как она работает с Sony. Конечно, я с собой в рюкзак возьму Nikon свой, с вспышкой на всякий случай. Все может быть, да. Но я думаю, за эту ночь я пойму за этой камерой. И в понедельник я сниму хорошие фотографии на ивенте. Плюс, скорее всего, в следующем выпуске я эти уже фотографии с этой вспышечкой закинул. Ну, на такой обзорчик, чем можно снять. Но это еще не факт. Так что подписывайтесь, следите. И я надеюсь, через недельку этот выпуск будет готов. Итак, ну что же. Вот эта долгожданная вспышка. Да? Чашечку свою я в сторону уберу, но, блин, кофе выпью. И вот эта вспышка. Распаковка NeverZ2S. Итак, буду я распаковывать эту крошку, новенькую вспышку для своей камеры. Соньки, сразу что я могу сказать? Да. Обычная коробочка, ничего суперкрутого. Да, понаписывали все, чем можно только было понаписывать. Я посмотрел немножко информации в интернете о ней на англоязычных ютубах и немецкоязычных ютубах. Ютубе. И понимаю прекрасно, что в данный момент она должна покрыть все мои нужды для фотографии с Sony Alpha 4. Ну что же, поехали. Распаковочка, да? Итак, здесь, конечно, она запечатана. Наклейте ленточку. И давайте разбирать эту коробку. Интересно. Значит, она дает перевернуть. И вуаля! Передо мной открывается весь набор. Да? Вот примерно так он выглядит. Вау! Ну, конечно, поехали дальше. Да? Хорошо. Что у меня поставляется? Это стойка, да? Это вы видите фотографии, как вспышка стоит на такой стойке. Ну, прикольный аксессуар. Попробую его в работе. Вот это, конечно, вещь. Сколько этих упаковок у нас уже есть. Круто. Поехали дальше. Ого! У нас есть Charger специальный, да? А ну? Power System. Made in China. Я так понимаю, пацаны даже не заморочились. И это не брендовое. Это простое китайское зарядное устройство, которое вы можете купить везде. На Амазоне, на Алиэкспрессе, Алибабе. Ну, короче, пацаны не заморочились. Айфоном, Apple хотя бы так надо работать. Даже не заморачиваться, а просто зарядное устройство поставлять своими девайсами. И, кстати, у меня будет выпуск. Первая распаковка айфона 15 Pro. Я уже никак не могу домонтировать этот выпуск. Нет времени, куча работы. Окей, поехали дальше. Суть. Вау! Это вот это зарядное. Да, я его видел. Прикольно. Прикольно. А вот это уже брендированное. Здесь даже пишет логотип. Все прочие установки для UK, для US. Кто продает, кто дистрибьютор. И тут у нас есть интересная информация. Предупреждение на английском языке. Хотя я в Германии сейчас. И в Германии покупал. Use only the original, never, never 5-watt for two-a-pair charger with this product. Они говорят, что надо использовать только оригинальные. Наверное, они говорят об этом. Но, опять-таки, тут нет никакой маркировки этого бренда. Не уверен, что это оригинальное. Но все может быть. Хорошо. Поехали дальше. Что у нас тут дальше в комплекте? Ого! Это, походу, батарея. Даже здесь есть маленькая инструкция. Хорошо. Почитаем. Оригинальная батарея Never. Так. Что тут пишет? Это для модели NBZ-1. Интересно. 2600-2500 выдает работу. Ну, короче. Прикольный девайс для этой вспышки. Я сделаю, может быть, поближе кадр. Увидим. Хорошо. Идем дальше. Тут, я понимаю, у нас еще дополнительный... А, это шнурочек. Да? Ну, посмотрим, что это за шнурок такой. Пригодится он нам в жизни, либо нет. Хорошо. Что вот это за пакетики? Ой, боже. Сколько инструкций всякой. Да. Здесь у нас красивая книжечка. Ой, боже. Я думаю, здесь все языки мира. Здесь все режимы. Ну, я думаю, по этой книжке можно прикольный YouTube-блог снять для этой камеры. Ну, разберем ее. И вот она, единственная вспышечка, да? Так, коробочку я ставлю в сторону. Вау. Я вам так скажу, знаете, чехольчик прикольный у них, да? Вот, правда, сразу вот мне в глаза кидается, да? Она там, ну, в упаковке все классно, да? Ну, это чехол, как я понимаю, он должен закрывать и вот это. Это, ну, как? Ну, чехол, который не закрывает всю вспышку. Ну, зачем там вообще чехол уже? Косячок, короче, пацаны. Еще один пакетик, чтобы сырости не было. Вот так вот, это вспышка. Так, секундочку, про чехол. Не надо было его откидывать, дайте посмотрю. Да, материал, чтобы ничего не царапалось, все прикольно, глубокий. Возможно, я не буду использовать для этой вспышки, я так понял, она уже громадская, не влазит сюда все. Ну, посмотрим. Итак, сама вспышечка, что она представляет из нас? Для нас, точнее. Хорошо. Ху-ху-ху-ху-ху. Так, инструкция для тех, которые вообще не разбираются в камерах и для новичков, будет полезна. Ой, да, вот это, конечно, вход массированный. Их, я думаю, увидите. Я первым делом, наверное, сначала осмотрю ее и расскажу вам какие-то фичи. Хорошо. Ну, давайте вставим, вставим, вставим эту. Знаете, мне самое интересное то, что здесь нет никакого выхода, входа защитного. Да, здесь просто такая штучка, так, оп, она выстреливает. Вау. Короче, пацаны вообще не запарились. Вот мне надо, я фотограф, у меня эта вспышка стоит на камере, мне надо быстренько помять. Опа. Рыба такой делает, опа, и она может выпасть. Еще раз, опа. Хорошо, если у меня камера вот так вот стоит, да, я такое делаю. Опа. Нет, не выпадает. Ну, конечно, вот так она выпадет, и она, знаете, вот как оружие туда-сюда, так, перезарядка быстрая. Надо, может, будет еще одну батарею купить. Хорошо. Все, это классно. Дизайнчик мне уже нравится, да. Годекс похожий, да. Ну, а ну-ка, давайте мы ее включим. Хо-хо-хо. Как она включается? Так, разблокировать, вход-выход, я понял. Вспышка модели. Я думаю, эта вспышечка немножко села. Давайте так, я ее поставлю на зарядку, этот аккумулятор, да. И пока вам расскажу какие-то моменты по дизайну. Эта вспышка имеет круглую головку для более равномерного распределения света при суперкрутых ваших фотографиях. Так что это один плюс для этой ценовой политики. Эта вспышка имеет большой улучшенный дисплей, в котором есть вся самая нужная информация. Очень простая, интерактивная. Я надеюсь, этот фрейм я сделаю с включенной вспышкой, и это будет классно. Эта вспышка имеет улучшенный интерфейс пользователя для удобного управления. Тем самым в любой ситуации вы поймете интерактивно, логически, что вам надо нажимать и как. Вспышка имеет две модулирующих лампы для более точных настроек по свету. Это очень классно и круто. Комплектация NeverZ2S. Ну что же, пока у нас аккумулятор заряжается, я хочу еще раз перечислить вообще сам комплект, когда вы покупаете эту вспышку. Сама вспышка в комплекте идет. Идет с защитной стоечкой, да. Зарядное устройство Type-C. И я предполагаю, что вы можете заряжать его от компьютера, от любого USB устройства. Но один из нюансов, в описании пишется 7 и точка 4 вольта зарядка, да. А на самом зарядном 5 вольт. Может у разных комплектаций будет разная версия, я не знаю. И одно из самых важных факторов, то что я увидел, у них конкретно указывается использовать зарядку, конечно, только оригинальную, чтобы не было никаких проблем. После этого у нас идет в комплекте защитный чехол. Я его показывал, кстати. Ну, еще раз покажу. Довольно простой. Можно повесить на пояс, можно сбоку рюкзака повесить. Удобная штучка такая, да. Хорошо. Что еще у нас есть? Это, в принципе, весь комплект. Больше ничего особого. Ну и да, аккумулятор, который сейчас заряжается. Так что вот такие дела. Итак, ребята, я ее наконец-то включил. У меня немножко аккумулятор зарядился за 10 минут. И я не знаю, насколько. Но, кстати, опишут, что полная батарея. Что я здесь вижу? Вижу куча классных кнопочек. И здесь есть автоматические настройки. Зум я могу менять. Скорость затвора. Герц. Ну, обычная стандартная вспышка. Есть еще дополнительный режим, который включается автоматически. Либо нет. RX, TX. Я не знаю, что это такое. С Never я буду работать первый раз. И мне будет интересно. Хорошо. Про функции мы поговорим чуть позже. Но в данный момент мы говорим о дизайне. Да. Как я и говорил, здесь есть большая округлая головка. В которой встроены две лампочки. Они делают лучший свет, как производители рассказывают. Дизайн такой, знаете, здоровой какой-то вспышки. Если я буду брать на свою Sony Alpha 74, на которую я ее купил, то это будет ощутимая разница. Сразу скажу вам. Ну, камера маленькая, вспышка, блин, большая. Даже больше, чем там ROM 28 на 75. Так что вам будет прикольно фотографировать. Буду внимания привлекать. Ну, что кидается, это, конечно, надпись Z2S. Вау. После этой буквы вообще не хочется ее покупать. Но я на это не смотрел, когда покупал. В задней части у нас большой интерактивный дисплей, который, как заявляет производитель, очень интуитивный и простой. Тут куча дополнительных функций. Стоит защитная такая пленочка, которую, наверное, стоит мне содрать. Опа. И, кстати, мне интересно, экран сенсорный? Нет, экран не сенсорный. Либо я что-то не знаю о нем. Я думал, экран будет сенсорный. Короче, мне кажется, они взяли Z1 и просто немножко сделали круче дизайн экрана. Вот и все. Не заморачивались, пацаны, так долго. Нижняя часть, она массивная. Здесь мы видим этот аккумулятор, который выстреливает. Здесь мы видим ход. Кстати, эта вспышка может вертеться. Заявляют 360 градусов, но я понять не могу. Вот смотрите. Да. Вот. Закончилось, да. Ну и мы крутим. Она на этой позиции сейчас, да. Но, когда мы крутим сюда, не дотягивает немножко. Могли бы дотянуть как-то. Здесь вот мне в дизайне нравится то, что есть градусы, какой угол наклона у нас будет. Да. А это тоже прикольная штука. Я думаю, все оценят ее. Что еще? Что еще? Вспышка, свет, лампа и поехали. Опа. Кстати, вот как вспышка работает. Бам, 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 бам. Неплохо, далеко светит. Будем тестировать сегодня на камере. И я, может быть, закину пару фотографий, которые я сделаю с картиной, которая сзади меня висит. Да. Это будет прикольно. Ну, в данный момент вот такая штучка. А, мне еще знаете, что понравилось? Здесь есть такое колесико. Он локт. Да. Вот это прикольная тема. И в комплекте самое важное, то, что производитель мне говорит, есть такая отдельная штучка, которая закрывает этот башмак. И хлоп, оно все закрыто. В защите у вас валяется в сумке, в чехле, без чехла. Все круто будет. Да. Ну, давайте я разблокирую, возьму подставочку. И буду думать, что дальше делать мне с этой крутой вспышкой. Что еще мне интересно? Мне интересно, как оно влазит сюда. А ну-ка. Мы берем эту вспышку, сейчас мы ее выключаем. Да. Интересно. Локт. Все заблокировано. Я вас понял. Как мне ее выключить? Представляете? Я не могу сообразить, как мне ее выключить. Модем, локт. Это блокировка. Я понял. Брат. Вспышка. Лампа. Оп. Он. Модем. Окей. Мне это не надо. А как все настроечки делаются? А вот зуммирование у нас есть, да? А, с помощью. Короче. Они сделали здесь четыре кнопки. И ты когда переключаешься, вот у тебя есть, ну, модем. Когда, ну, сразу я вам говорю, что это спонтанно. Я не изучал эту вспышку перед тем, как брал. Я ее взял в руки и хочу понять, так как они заявляют, что интуитивно эта вспышка будет простая для фотографа, да? Вот мы нажимаем разблокировку, да? Здесь мы, допустим, выбираем, с чем мы хотим работать, да? И с помощью колесика мы настраиваем скорость затвора. Зум, допустим. Я могу выставить максимальный зум на 105 миллиметров. 105. Хорошо. 105 это прекрасно, но если я пользуюсь 200-кой, 70 на 200. Мне ее хватит, либо нет? Увидим. Ну, а так стандартно это у нас 28. На там ровный идеально подходит. 35, 50, 70, 80 и 105. Скажите мне, люди добрые, когда я буду фотографировать в ночном заведении в клубе и буду использовать классическую, не знаю, Сигму, либо Соньку 1.8, диафрагма 1.8, извиняюсь, то как оно должно работать? Если, когда мы листаем, у нас, секунду, у нас есть зумы, и после 70 идет 80, а после 80 идет 105. Это выходят 5 миллиметров на дотягу. Прикольно. Короче, посмотрим, как она будет работать, отрабатывать в понедельник на ивенте. Ну, еще плюс тут есть такая кнопка, как звук. Вау. Интересно, как это выключить, включить. Ну, и все, в принципе. Что еще интересного? Ничего больше, да. Вот такое. А, оно еще показывает, нет, не показывает градусы. Ну, вот так вот. Такой вот у меня обзор простой. И хочу, кстати, напомнить. Я вообще занимаюсь большую часть своего времени e-commerce. И, в том числе, продаю товар на B2B. Если вам интересно открыть свой магазин, и вы выищите поставщика по поводу B2B, то обращайтесь. У нас на складе есть много Lego. У нас на складе есть много разных игрушек. Playmobile, Digison и всякие разные бренды. И, да, я для них снимаю видео и фоторекламу. Так что пишите в комментариях, если вас интересует этот вид бизнеса. Возможно, мы найдем общий язык. И в будущем я смогу вам поставлять хорошие игрушки. Ну, и в том числе, числе и часы Casio и прочее. Так что не стесняйтесь, спрашивайте в комментариях, пишите мне прямо в Instagram. Это, кстати, одна причина, почему я всегда очень-очень занят, и у меня мало времени на свое любимое хобби. Да, немножко я вспотел. У нас за окном 32 градуса. Сейчас просто дикая жара, которую обещали немцы. И мы так долго ждали, почти первый месяц лета. Все трубили в новостях, будет жара, жара, сумасшедшее лето. И только вот последние дни во время Евро в 24-м году эта жара наступила. А так был ужасный дождь, 20 градусов и все прочее. Я себя чувствовал, как в Лондоне. И в Лондоне, наверное, и то лучше было, чем в Германии первый месяц лета. Так что хорошо, смотрите. За моими выпусками я постараюсь следующий выпуск снять и вставить фотографии, которые есть на вас с ивента. И да, все будет очень-очень классно и просто. И также будет скоро выпуск, как я распаковывал iPhone 15. Я его уже давно распаковал. Просто я никак не могу, рук не доходит смонтировать видео, да и впрочем, это было одно из первых видео. Так что дело такое. Плюс я еще хочу снять обзор на G-Master 24 на 70, но это в будущем. А так ждите там ROM 28 на 75, потому что это будет основная моя лошадка в 2024 году для видео. Ну, и в скором будущем будет тоже, может, обзорчик, наверное, снятый с iPhone, как я работаю с Gimbal, чем можно как снять, подкрутить, да. И, кстати, вопрос на засыпку еще один. Если вас все-таки интересует e-commons, как вы думаете, стоит мне записывать видео, как создать свой интернет-магазин, довести его до успеха на немецком рынке и не только без всяких маркетплацов, конкретно чисто свой интернет-магазин с нуля до определенной суммы денег. Хороший. Все, подписывайтесь, задавайте вопросы, я покидаю вас. Пока, чус, чао.